Думская площадь. С добрым утром! Утонуло 125 человек. Это за весь год. И вот что самое, пожалуй, печальное, что за одни лишь только прошлые выходные праздники Лига число умерших, погибших в воде составляло 17 человек. Это очень много по сравнению с общим числом утонувших за весь год. О том, как важно уметь плавать, о том, как важно знать правила безопасности на воде, мы сегодня говорим с нашим гостем, с нашим утренним гостем в студии. Это президент Латвийской Федерации плавания Айвар Платонов. Сегодня у нас в гостях. Айвар, доброе утро. Приветствую вас. Здравствуйте. Напоминаю нашим телезрителям, теперь уже тем, кто смотрит нашу трансляцию на Фейсбуке, на страничке ЛР4 и на страничке РУС ЛСМ. Вы можете тоже принимать участие в нашем интервью, задавать вопросы нашему гостю, а я по возможности буду их читать и озвучивать. Ну что ж, Айвар, начнем наш разговор. Вот по вашему мнению, скажите, пожалуйста, вот почему у нас такая высокая статистика? Сколько лет мы о ней говорим, а ВОЗ, что называется, к сожалению, ныне там? Ну да, к сожалению, статистика особо не улучшается. И, как вы правильно сказали, мы много говорим, но, к сожалению, от разговоров ничего много не меняется. Пока мы как страна таких серьезных мер никаких не приняли. У нас нет действий таких государственного уровня. Конечно, мы как федерация, есть еще, мы видим, что за последние годы присоединяются организации, которые тоже заботятся о этой проблеме, думают какие-то, разработают разные программы обучения, разные информативные компании, чтобы улучшить знания жителей Латвии. Ну, к сожалению, такой государственной какой-то программы, в отличие от других стран, в том числе и Эстонии, и Литве, у нас в Латвии нет. И поэтому, конечно, ну, от слов, от разговоров ситуацию особо улучшить невозможно. И пока мы не будем, ну, как государство принимать какие-то серьезные меры, там, разработать особые программы по обучению плавания, по образованию вообще общества, что значит безопасный отдых на воде, что значит правильная самооценка и безопасный, надежный отдых, да, в летнем сезоне, ну, я думаю, ситуация резко не изменится. Ну, второй вариант, не вариант, а второй такой особый фактор, это вот эти работы, которые делаем мы, очень хорошо показывается и на финландском примере, то, что это не результат не будет виден за пару лет, это все-таки должно смениться поколение, чтобы люди поняли, что, ну, начали себя вести намного безопаснее на воде, да. А вот вы упомянули финский пример, а что, кстати, сказать, вот в Финляндии, что у соседей, вот вы сказали положительный пример финнов. Ну, Скандинавия вообще один из, я думаю, самых лучших примеров в Европе, у них есть специальные государственные программы по обучению плавания, ну, не спортивное плавание, именно вот такое безопасное плавание на воде и отдыха на воде, они там вот, у них есть дефиниция, что значит, ну, как если, вообще вопрос такой, что значит умею плавать, да. Да, и вот у скандинавов есть здесь дефиниция, что ребенок до четвертого класса, он должен уметь проплыть 200 метров, в том числе 50 метров на спине, да. У нас в Латвии очень часто мы видим, что люди думают, если я могу зайти в речку или озеро там и проплыть там метров 15, значит, я хорошо плаваю, да. И это, конечно, самооценка и реальная ситуация, если она чем больше отличается, тем больше риск, ну, считается, что это больше рисковой фактор, потому что мы думаем, что мы хорошо плаваем, а реальные навыки у нас плохие, тогда, конечно, мы можем попасть в очень серьезную беду. И вот этот скандинавский пример тоже взяли, эстонцы, они работают под норвежские программы, литовцы идут чуточку другую дорогу, но все-таки у них есть государственная программа по обучению, по плаванию для детей. Но вот что собой представляет, вот что могла бы собой представлять, может быть, вот на примере, опять же, стран-соседей такая государственная программа? То есть это что? Обязательные уроки плавания в школах, ну, тут инфраструктура нам, наверное, не в полной мере позволяет каждого ребенка обеспечить бассейном там несколько раз в неделю. Я, между тем, признаюсь, сама училась в школе, в которой был бассейн, в этом смысле вот мне повезло. Ну, да, конечно, такое обязательное обучение в школах, это, скорее всего, нереально, и такой нету и ни в Литве, ни в Эстонии, ни в других странах. И не в Финляндии. Да, ну, у них, конечно, сейчас есть, что каждый ребенок должен пройти обучение, но там они делят, там вот есть летние программы, есть там, где есть возможность пройти это обучение, это, конечно, обязательно. Но что у нас в Латвии, это все обучение по плаванию, это под ответственность самоуправления. Если у самоуправления есть ресурсы на это, тогда она может это делать. Если нету, тогда, несмотря на то, что, например, есть в городе бассейн, все равно дети из других школ даже не едут там и не учатся плавать. Так что инфраструктура, конечно, очень важный фактор, но у нас в Латвии мы никак не воспользуемся тем, что у нас есть. Потому что мы видим, что ресурсы, инфраструктура, бассейны у нас есть больше, чем мы им пользуемся. Вот именно на эту сферу обучения для детей. А в чем проблема? Где ошибка вот этого всего процесса? Вот берем тот же самый литовский, эстонский пример. Там есть государственная поддержка. Если самоуправление хочет для своих детей провести обучение детей, плавание, обучение по плаванию, тогда самоуправление получает какие-то дополнительные деньги от государства, или там министерства образования, или от других министерств. И тогда получается, что какую-то часть оплатит самоуправление, какую-то часть доплачивает государство. И это, конечно, потому что растраты на такой программ довольно-то высокие. У нас в Латвии, к сожалению, ничего такого особо нет. И было уже давно на разных уровнях документов написано, что это надо. Но, к сожалению, до реальной какой-то поддержки не дошло до сих пор. Ну вот передо мной информация, что вот в год выделяется порядка 80 тысяч евро на различные мероприятия, связанные с безопасностью, вот в том числе с безопасностью на воде. Вот как эти деньги, собственно, используются? Что у нас делается? 80 тысяч – это вообще много? 80 тысяч – это, конечно, немного, но я не знаю, для кого и на какие мероприятия эти деньги выделяются. Но мы тоже должны посмотреть. Вот, например, вы упомянули, что в прошлый год 125 человек погибло. За июнь-июль 66 человек утонуло. Это за два месяца 66 человек утонуло. И если мы смотрим, что произошло за эти два месяца на дорогах, ну, как бы, безопасность на дорогах, потому что мы знаем, что, особенно перед лигой, у нас очень много информационных всяких компаний и так далее. Тогда там количество погибших в два раза меньше. Но мы все равно до сих пор, как государство, тратим огромные деньги только на информационные компании, на какие-то рейды безопасности, там, обучение, рассказы, что надо себе, не надо ехать, ну, не надо требовать употреблять алкоголь и сидеть за рулем и так далее, и так далее. И там уделяется очень много денег. Ну, это, конечно, правильно, но вот если сравнить тогда на счет безопасности, для безопасности на воде, такой программы вообще нет, потому что нету какой-то одной ответственной организации, которая бы руководила всем этим и распределялась с деньгами. Эти 80 тысяч, скорее всего, они уделяются на какой-то, я даже не знаю, может, на ВУГ, скорее всего, да, которые делают какие-то информационные компании. Ну, я не могу ответить, потому что... Ну, это государственная пожарно-спасательная служба ВУГ. Скорее всего, ну, я гадаю сейчас, да. А вот у меня к вам следующий вопрос. Два таких специфических предыдущих года пандемии, связанных с коронавирусом. Вот как вам кажется, как это скажется на статистике будущего года? Смотрите, с одной стороны, люди больше были на свежем воздухе, старались больше выезжать куда-то на природу. Мы помним, что был такой достаточный бум относительно аренды за городом. То есть можем предположить, что люди где-то жили у водоемов, больше проводили времени на воде. Стало быть, возможно, свои навыки по плаванию каким-то образом улучшили. С другой стороны, это было время, в которое не работали различные публичные бассейны, где можно было бы заниматься спортом. Вот что вы думаете? Как вот этот непростой такой странный период может сказаться сейчас? Да, знаете, навык и плавание не улучшаются, если мы просто идем поплавать сами в себя. Это все-таки такой процесс, где нужно обучение. И это возможно только при профессиональном обучении. Это очень важно понять, потому что если родители или кто-то говорит, что я кинул своего ребенка в пруде, и он научился плавать, ну, это неправда, это не плавание. И, конечно, мы видим, что 2020-2021 год, во-первых, там количество погибших, утонувших именно, да, выросло на 25% в сравнении с 2019 годом. Это, конечно, я думаю, связано с тем, что больше людей отдыхали в Латвии, конечно, да. И второе, что мы видим, что вот этот 2020-2021 год обучения, особенно школьные программы обучения по плаванию, были, ну, останавливаны. И это, конечно, будет очень серьезно влиять на навыки, умения и на ситуацию безопасности вот именно вот этих детей, которые в это время учились второй-четвертый класс. И если у них сейчас, если вот, например, они перешли в пятый класс, и у них самоуправление или школа не предоставит возможность пройти это обучение плавания, тогда, конечно, мы опять получаем людей, которые не умеют плавать и не умеют себя вести безопасно на воде. Потому что тут тоже важно понять, это не только умение плавать. Там имеется 15 разных факторов, которые составляют эту, ну, компетентность находиться на воде. Там мы должны уметь плавать, мы должны уметь лежать на воде, мы должны уметь задержать дыхание, мы должны уметь вылезти из воды правильно и безопасно, мы должны уметь, ну, реагировать в разных экстренных ситуациях. Мы должны тоже уметь увидеть и озазнать, что если кто-то рядом у нас тонет, потому что иногда очень часто люди тонут при других и просто, ну, не узнают, что это сейчас происходит, да, люди просто не понимают. Мы должны уметь тоже, ну, помогать, давать первую помощь. А вот насколько, кстати, сказать, наши сограждане отзывчивы относительно оказания помощи утопающим? Мы в 2019 году провели такой общественный опрос и мы задавали такой вопрос, готовы ли помогать, да. И там интересно, что большинство, я сейчас конкретно не скажу, но там, по-моему, больше, чем две трети сказали, что они готовы помогать, если видят, что кто-то попал в беде на воде, там, ну, тонет. Ну, мы тоже задавали второй вопрос, а умеете ли вы помогать, да. Ведь это, как я понимаю, небезопасно помогать. Это опасно. Это даже опасно. То есть вот в состоянии этого аффекта человек просто-напросто может утащить в воду за собой того, кто хочет его спасти. Да, и если у нас нет специальных навыков помогать, мы не знаем, как правильно это делать, мы рискуем в своей жизни, да, это очень правильно. И это тоже опять очень отлицается, это наше желание и готовность помогать, и наше умение и реальная готовность помогать, да. И тут опять, как бы, эта ситуация создает очень большой риск, что вот этот, который идет на помощь, сам может утонуть. А много у нас, кстати, сказать, таких случаев, когда вот человеку, оказывающему помощь, суждено было тоже погибнуть? Ну, к сожалению, такой конкретной статистики нет, но бывают случаи, да, когда чаще всего мы видим в СМИ, что, ну, просто статьи, где написано, что такое, ну, бывает, что кто-то шел на помощь, и, к сожалению, тоже самое-то, ну, ну, такой отдельной статистики, к сожалению, нет. А с чего вы посоветовали бы начинать образование, вот, обучение плаванию? С какого возраста? Ну, в принципе, уже вот с шести лет... Хотя сейчас и новорожденных детей тоже уже начинают по-всякому приучать к воде, проныривают там по-всякому, всякие разные модные методики. Это, как говорится, не вредит, да, потому что, да, конечно... Но это не про плавание, это не про наши темы разговора сегодняшних. Да, ну, ребёнок, конечно, в этом возрасте научается, ну, привыкает к воде, он научается ставить голову под водой, что очень тоже... Не бояться воды, что очень важно. Да, не бояться воды, да, он понимает, что есть какие-то тоже во время обучения процесса, он может захлебнуться, он начинает понимать, как вести себя в таких ситуациях, да, ну, какие-то основные элементы, это он научается уже в этом возрасте. Но, в принципе, такое нормальное обучение, это от шести лет, и потом уже там первый, второй, третий класс, вот эти четыре года, это самое лучшее время, когда начинать и, в принципе, закончить обучение плавания, потому что занимает, в принципе, два-три года полная программа обучения, и тогда мы можем говорить, что ребёнок уже умеет плавать и знает, как себя вести на воде. Ну, вот этот первый страх, очень часто дети, придя первый раз в бассейн, просто боятся, боятся вот нырнуть, боятся опуститься под воду. Вот как тоже не переусердствовать, может быть, и не привить фобию к воде? Это педагогический процесс, и, как я говорил, не надо вот эти, ну, как бы, варианты выполнять, что вот... Выкинул воду, да, и жить захочешь выполнить. Да, идёт с ребёнком и учит ему плавать. То же самое, как мы отдаём на музыкальную школу, педагогу обучение у своего ребёнка также и на плавание, даже важнее, да. И там тренер, педагог, он уже знает, как работать с ребёнком, чтобы он, ну, перешёл эту какую-то страсть, да, и начал там тоже, ну, нормально уже обучаться по плаванию. Ну что ж, спасибо вам большое, Айвор. Будем надеяться, что наш разговор с вами был не только интересным, но и полезным для наших сегодняшних радиослушателей, и в том числе и телезрителей, ведь сегодня, напоминаем вам, друзья, нас можно было не только слушать, но и смотреть на странице ЛР4 в Фейсбуке, на мультимедийной платформе РосЛСМ. А наша программа продолжается. Айвор, ещё раз вам спасибо. Всего доброго.